Здравствуйте, уважаемые водомоторники! Зима слякотная в Подмосковье продолжается Самое начало февраля И я переместился в гараж Дабы показать вам такой гаражный обзор Сделать прекрасного инжекторного мотора Yamaha 80 Четырехтактный инжекторный 2007 года выпуска Ну что, сегодня осмотрим снаружи Проверим работу гидроподъема Если открутятся свечи на холодную, то замерим компрессию Заводить я его не буду в гараже И как бы на улицу, честно говоря, у меня тоже нет желания выходить Я думаю, это для потенциальных покупателей Для интересующихся этой темой Будет вполне достаточно Итак, посмотрим, что за двигатель Экстерьер для начала Включил я тут прожекторную стойку Чтобы было получше видно Смотрим, значит он полностью в родном Лакокрасочном покрытии Вот и все изъяны Видны, как говорится, на лицо Вот здесь, как я понимаю Неудачная швартовка Имела место быть Смотрим Так, ну здесь Такие вот потертности На этом пластике Так сказать, характерные Для использования мотора Ничего такого необычного нет Какие-то родные наклейки японские Ну, с этой стороны Нормально Более-менее вообще выглядит Так, для промывки Штуцер Смотрим Трансовую сборку Пока аккумулятор не подключен Просто Посмотрим снаружи Так, вот Видим Что мы видим Модель Модель Нога Эль родная Необрезанная Made in Japan Ну, соответственно Тоже Все так В таком Атентичном состоянии Никакого тут я Криминала не вижу С этой стороны у нас Также табличка Табличка, что на ней написано Все по-японски Это уже чисто японская табличка Итак, смотрим Редуктор Ну, так как мы Сейчас не можем Завести и включить его Так можем проверить На Как говорится На слух Хороший Звук дает Никакой нет Шатаю Никакой нет Люкта никакого Здесь это Транспортники Накосячили Ножка нормальная Ничего Битого Я, как говорится Не вижу Снял колпак Смотрим Что у нас Под колпаком У Мюллера Вроде В таком нормальном состоянии Какой-то такой Коррозии Никакой Особо такой Не видно Как люди боятся С Японией С моря Соль А, паника Сразу Так, сепаратор Что у нас Инжекторная планка Воздуховоды Крышечка Крышечка Тоже можно Открыть Посмотреть Что Под Таится Что за ремень Грея Так Это у нас В общем-то Все Понятно Фильтр Скной Возди Заглушитель Не фильтр И вот Еще Момент Важный Всегда Смотрю Вот на Гидроподъем С внутренней стороны Потому что Очень сложно Когда он так Сильно Зарос Чем-то Его оттереть Сложно Видим Кстати Здесь Вот Какие-то Какие-то Морские Какашки Прилеплены Были Вот и Все А тут Вообще Очень чисто Знаете Вот Анод Анод В нормальном Состоянии Изъеденный Не более Того Так и Должен быть По большому Счету Все-таки На нем Ходили Вот Это Стальная Планка А вот Сама Анод Коррозия Есть Он Работал Ну и Понятно Сейчас Подключим Посмотрим На Работу Гидроподъема Гидроподъем С одним Цилиндром Демпфирующих Нет Я Одной Ногой Придерживаю Стойку То Она У меня Может Колыхнуться Мотор Назад Все Смотрим Что у нас Здесь Подтеков Масла Нет Все Вроде Харасе Демпфирующих Вот эти Ракушки Сейчас Оп Отторбанили Все Нет Звук Рабочий Вот Сразу Замечу С Кронштейном Для рулевой Надыш Леон Пришел Этот мотор Обычная проблема Японцы снимают Этот кронштейн Ну или вообще Не используют Без него Если там Рулевая На гидравлике Часто Очень Ругаюсь Как бы Что их нет Кронштейна Приходится На мегазипе Брать А здесь Он уже Есть Все Пожалуйста Это Под гидравлику Отверстие Это Под обычную Рулевую Через тягу Которая Работает Тросовая Очень удобно Крышка Ремня ГРМ Сделана В этих Моделях Не надо Ничего Откручивать В Карбюраторных Ямахах Вот У меня Была До этого Сотка Надо Откручивать Два Болта А здесь Просто И Снимаем Назад И Крышечку Вот Можем Посмотреть Крышечка Немножко Вот Грязь Это От Летевшего С ремня Что-то Или Куски Самого Ремня Ну По износу Понятно Что-то Есть Вот Они А сам ремень Сейчас Посмотрим Так Взрывомоздился Я на Табуреточку Смотрим Как говорится Привод Газораспределительного Механизма Смотрим Маховик В нормальном состоянии Натяжитель Ролик Вот Сам Ремешок Хорошо Натянут Как положено Вот Делаю С усилием Дохожу До 90 градусов Излома Этого Самого Ремешка Еще Вот тут Надписи На нем Остались Нормально Все Выглядит Хорошо Ну Что Попробую Свечи Открутить И замерим Компрессию Защиту Сняли Сразу Заглянем Под защиту Хорошо Все выглядит Снимаем Конечники Попробуем Открутить Вон Те Вон Свечки Выглядит Все Красиво Открутились Прям В одно Касание Сейчас Посмотрим Это Зазор Великоват По-моему Они вообще Новые Поставили Взамен Не знаю И вроде Рабочие Зазор Мне кажется Великоват Видите Вы На Видео Или нет Так Свечи Мы выкрутили Теперь Надо В открытое Положение Поставить Дроссельную Заслонку На Ямахах Газ Толкается Не тянется Поэтому Надо Вот здесь Вот сделать Так Такую Петельку Сделаю Вот такую Вот Наверное Хватит Вполне Нашел Проводку Так Вот здесь Ее Проведем Здесь Так Закрепим Плюс Минус И Нажмем И Вот здесь Вот Вот так Вот Никуда Не денется Все Газ Открыт Кстати Не факт Что она Сейчас Будет Крутить Потому Что Сузук 140 Инжекторная При полном Открытом Дросселе Не хочет Крутить Стартер Итак Друзья Первый Цилиндр Смотрим Давай Так Видим Видим 15 Второй Цилиндр Давай 15 Даже Чуть Больше Сейчас Приспущу Камеру Третья Цилиндр Давай Тоже Чуть Больше 15 И Четвертый Сейчас Как Всегда Четвертый Не Очень Удобно Давай Четвертый 15 Что и Требовалось Доказать Во всех Четырех Поровну Соединил Свечки Проволочкой На массу Хотя Можно Конечно Выдернуть Просто Чеку Из пульта Дистанционного Управления Но Хотел Позабавиться Красивой Картинкой Все Не буду Больше Мучить Двигать Итак Друзья Такой Абсолютно Беглый Был Обзор Просто Хотел Вас Познакомить С новинкой Своего Магазина Скоро Сезон Думайте Решайте Хороший Моторчик Как мне Кажется Продается Как Отдельно Если Кто Захочет Есть Абсолютно Новый Абсолютно Родной Японский Пульт Дистанционного Управления Ямаха Кобелечек Перевязан По фирменному Именно Не перетяжками Такими Из пластмассы Проволочки Как у Тайваньских И китайских Комплектов А С Японии Идут Вот таким Целлофанчиком Зеленым Перевязаны Подписывайтесь На канал Кому Понравилось Видео Ставьте Лайки И до встречи В том числе И на воде Все Всем пока Продолжение следует